Приветствую всех, друзья! Сегодня новостной выпуск, так как некоторые темы точно нельзя было обойти стороной. Конор Макгрегор определился следующим соперником, а Хорхи Масвидель готов наказать Макгрегора за его выходки. Реакция отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, на возможный бой с Флойдем Мэйвезером. Ну а перед тем, как мы начнем, друзья, уже по сложившейся традиции ставь лайк и мы начинаем. Начнем выпуск с прошедшего турнира UFC 244, где в главном бою встречались Масвидель и Диос за самый необычный пояс UFC. Как вы знаете, бой был остановлен из-за рассечения у Диоса и многие были недоволены такой остановкой. Врач, который был ответственен за это, рассказал и объяснил свое противоречивое решение. Я принял объективное решение, основное на оценке осмотра бойца. Не только на рассечении, но на общем состоянии бойца и на том, как шел поединок. Когда же я осознал, что не могу гарантировать безопасность и его здоровье, мне пришлось делать тяжелый выбор. Когда тебя посещают сомнения, ты должен делать все возможное, чтобы сохранить здоровье бойца. Его безопасность и здоровье идут на первом месте. Каждый мой поступок обязан понимать, исходя из вышесказанного мной, но этого не происходит. И тут мне, кстати, интересно ваше мнение, парни. Правильно ли поступал доктор, который думал о здоровье бойца или нет? Ведь мы наблюдали и такие моменты, когда бойцы с подобным рассечением продолжали драться до конца боя. В общем, пишите, что думаете, а мы двигаемся дальше. Менеджеры Конора Макгрегора, Оди Атар и Тим Сипсон посетили шоу Ариэли Хэльвани, где обсудили с известным журналистом возвращение ирландцев в октагон и заявили о том, что они определились с соперником и вскоре подпишут контракт на бой. На этих выходных у нас был очень продуктивный разговор с UFC. Я знаю, что Конор уже объявил дату, и во время обсуждения с промоушенном условии мы одобрили ее окончательно. А также сошлись во мнении, кто должен стать следующим соперником. Мы не собираемся сегодня раскрывать всех подробностей, но хочу сказать, что сделка уже на подходе, и я не вижу абсолютно ничего, что могло бы встать на пути и помешать ее заключению. Обе стороны желают ударить по рукам. Каждый, кто вовлечен, заинтересован в том, чтобы все прошло так, как надо. И что более важно, фанаты действительно рады его возвращению. Тем не менее, менеджер Макгрегора, невзирая на то, что так и не назвал имя соперника во время интервью с Хильвани, особо выделял Дональда Сирона. И кажется, сомнений не остается, кто станет его следующим оппонентом. Мне нравится идея боя Сироны. Я в восторге от того, как он сам ее раскручивает. Плюс он является любимцем фанатов. Он парень, который всегда готов драться. И он заслуживает такого поединка. Посмотрим, как все разыграется. Рассказал менеджер. Но все мы знаем, что все может поменяться очень быстро. Ранее мы уже такое и наблюдали, но все равно, что думаете. Кто станет его следующим соперником? Сироны? Гейджи? А может, недавний герой Масвидель? Кстати, что касается последнего, то Хорхи вполне готов наказать Конора за его выходки. Об этом он рассказал также в интервью о Риэле Хильвани. Коболтать может. Че ты пытаешься сказать? Позвони своему менеджеру, чтобы он позвонил Данни Уайту. И он назвал тебе какие-нибудь цифры. Если он хочет, чтобы я надрал тебе задницу. Если нет, то заткнись тогда. А так мне плевать. Я не тебе говорю, а ему. Он ведь посмотрит. Я не собираюсь с ним обмениваться колкостями в интернете. Хочешь биться, подписывая контракт? Тогда я уделю тебе время. А иначе не залупайся на меня. Ну и напоследок, совсем недавно, Флойд Мэйвезер снова рассказал о том, что хочет провести боксерский поединг против Хабиба Нурмагомедова. Даже готов заняться его организацией. Долго не было реакции со стороны команды Хабиба, но вот буквально недавно Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал желание боксеров встретиться с его сыном. Флойд уважает желание провести бой с Хабибом. У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед, и болельщики ждут этого боя. Мы готовились к этому бою в общей сложности больше года. 5 месяцев, и бой должен состояться. Впервые нам нужно будет выступать по боксу, и нам нужен будет лагерь. Ломаченко старшего на полгода. Почему бы и нет? Как вам эта идея? Знаю, что многие ее точно не воспримут всерьез, но у Хабиба в ближайшее время намечается несколько громких боев, где он может очень неплохо заработать. Фергюсон, Сен-Пьер, ну а бой с Флойдом перекроет их всех. Пишите в комментарии. Не забывайте также поставить лайк этому выпуску, и конечно же подписаться на мой канал. А на этом у меня все. Всем пока!